Зеппалин. Король небес. Величественный, великолепный и роскошный. В 20-30-х годах прошлого века эти внушительные дирижабли были мерилом всего. В них переплетаются высокие технологии, приключения, свобода и мечта о полетах. С флотом Зеппалин впервые стало возможно пересекать Атлантический океан. Капитаны и команда стали героями, технологии стали будущим, а интерьер стал иконой стиля. Проект Зеппалин был одновременно духом и душой времени. Примерно сто лет спустя пионер часового бизнеса Вилли Бирк и его дизайнер Вернер Унч возрождают миф и легенду о небе. Дух времени дирижабля становится пульсом нашей жизни. Одним из самых известных рейсов для дирижаблей был маршрут через Атлантику. А это означает, что нам нужно попытаться воплотить тему Атлантического океана на корпусе часов. Следующее, что мне приходит на ум, я бы искал историческую картину, в которой люди в Зеппалине смотрят вниз через панорамное окно. Это был первый раз, когда пассажиры знаменитости могли путешествовать стильно и не на сквозняке. Что они видят, когда смотрят на воду Атлантики? Они видят синий, синий как цвет, который, конечно же, нужно передать точно. Мы обязательно должны реализовать его и другие классические цвета оформления на циферблате и ремешке, чтобы они отражали часовой стиль поздних 1920-х. Абсолютно. Как образец минимализма, который мы хотим воплотить, я думаю, что мы должны взять элементы из этих распорок для сегментов стрелок часов. Мы точно реализуем это в виде аппликации для минутной стрелки. Я бы также ориентировался на остальные очень тонкие, очень изящные тросы и балки. Мы обязательно должны реализовать это объемно. Также мы могли бы покрыть изогнутые циферблаты изогнутым стеклом. Попробуйте это сделать. Вернер Унч проектирует самый большой дирижабль в мире, но теперь уже размером с монету в 2 евро. Настоящий вызов для него и всей его команды дизайнеров. Я пришел к мысли, что для циферблата мы не смогли бы преобразовать эту трехмерность в кривую, но именно объемные грани дали бы эффект 3D. Однако еще есть прямые поверхности вокруг, которые нам понадобятся для отрезков. Сложно согнуть их. Именно это будет смотреться очень стильно и очень по-особенному. Потом я размещу минутные метки внутри, немного необычно, так, чтобы затем поместить сегменты снаружи, из-за их форм и покрытия. При наклоне часов полированные сегменты из никеля очень красиво сверкают. Это точно имитирует исторические фотографии, взятые за основу для атлантического дизайна. Зеппалин стал всемирно известным благодаря полетам в Атлантике. В 21 веке его слава уже как наручных часов уменьшалась успехом и впервые прототип передал им форму и значение. После того, как отдельные детали были изготовлены в соответствии с чертежами дизайнера, их собирают часовые мастера. Видение Вилли Бирка впервые становится ощутимым в этой небольшой мастерской. И детали также очень важны. Что еще мы можем увидеть в нашем зеппалине? Модель хронографа Атлантик и искривленные линии дирижаблей зеппалин круглой формы. Они воплотились также в индикаторах хронографа. В изгибах на циферблате вы увидите кривизну зеппалина. Эти большие индексы на самом деле представляют собой скосы на изгибе циферблата. Здесь, в этой сцене, воображение дизайнера и ноу-хау техника переплетаются как винтики. И, наконец, заставляют их создание идти. Однако никто не наденет эту жемчужину просто так, чтобы узнать время. Нет. Все для того, чтобы охватить всю Атлантику и ее историю. Не так много людей сейчас нуждаются в часах. Но многие хотят быть частью истории, которая продолжается с этим небольшим сокровищем. Потому что с ним люди могут почувствовать легкое прикосновение ностальгии на своей коже. Теперь, чтобы часы полностью были готовы, давайте посмотрим, какой ремешок им подойдет. Мы только что реализовали прекрасное темно-синее море в циферблате. И нам нужно найти элегантное обрамление в этом красивом коричнево-коньячном тоне. Он создает хорошее настроение для часов. И вновь Виллибирг верит наследию. Его часы-зеппалин производятся не где-нибудь, а в одном из самых традиционных часовых городов Германии. Часы изготавливаются в рухле с 19 века. Кроме того, здесь есть все необходимые инструменты. В эпоху ГДР более 10 тысяч сотрудников создали бесчисленные коллекции часов. После неспокойных времен компания чувствует себя уверенно. И пройдя оптимизацию руками пионера часового дела, открывает новую главу. Виллибирг в очередной раз правильно распознал знаки времени. Время всегда играло большую роль в моей жизни и имело свои корни в движущей силе. И я никогда не упускал из виду сигналы времени. Даже в отпуске. У меня было несколько замечательных недель на Ибице, когда я был молод. И что я там видел? Красивые дамы гуляют по пляжу, и каждая с большими часами. И потом они вдохновили меня реализовать эту идею. Его мысли бьются не только над созданием новых часов, но и в поисках занятости для людей. Со своими сотрудниками он может опираться на долгую историю и бесценное ноу-хау в часовом деле. Благодаря Виллибиргу время врухли еще не истекло. И это чувствуется в каждом импульсе. Вот мы и подошли к сути процесса. Сборка часов производится здесь уже более 100 лет. Дуло в центре часовой промышленности в новых федеральных землях. Кроме Zeppelin здесь делают и другие творения. Не только с легендарным дирижаблем, но также и с другими брендами в дополнение к своим часам на запястье вы получаете часть истории. Это философия Виллибирга. Со всеми нашими часами мне всегда было очень важно передать эмоции. Свободу, индивидуальность, приключения. И мы реализовали это с Zeppelin. А дирижабль, как нам говорят сегодня, был наиболее элегантной формой путешествия. Для этого мы привели бренд Zeppelin на рынок. И теперь это самый элегантный способ воплотить время. Будь то на Ибице, в Нью-Йорке, Париже или Лондоне, у вас всегда есть захватывающая и впечатляющая история, чтобы ею поделиться. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok